Всем привет! В сегодняшнем видео я хотела бы показать вам средства, которых еще не было у меня на канале. Но это, я не могу сказать, что какие-то фавориты, но и не лузеры. Иногда это среднячки, а иногда это самое любимое. Но почему-то как-то забывала вам о них сказать. Что ж, давайте-ка начнем. Первое, что хотела бы вам показать, это масло для демакияжа от марки Sephora. Вы наверняка уже знаете о том, как сильно я люблю гидрофильное масло. Я в прошлом году вообще снимала макияж при помощи кокосового масла. Но мне захотелось попробовать что-то новое. И я выбираю именно масло, как первую ступень, так скажем, для макияжа. Именно потому, что оно удаляет абсолютно всю косметику с лица. И при том, что сейчас моя тушь смывается водой, это вообще просто находка. Итак, масло Sephora. Я сначала, когда его только открыла и просто возле раковины начала умываться, я подумала, вот честно, блин, что за жирная вообще фигня. По-другому я не стану здесь выражаться, но я была очень злой, потому что казалось, что это жирное нечто, что я растираю по лицу и вообще не могу смыть. Я думаю, ну вот, купила очередную вещь, которая мне абсолютно не подходит, и будет так валяться, и подарить ее некому. Короче, я поняла, что это средство можно использовать только в душе, потому что оно требует такого прям напора воды, и тогда оно смывает косметику на ура. Несмотря на то, что здесь на первом месте парафин, я не заметила ухудшений в состоянии моей кожи, потому что я потом использую еще гель для умывания, и кожа вообще такая как эта удовлетворенная, не пересушенная, не стянутая. Я очень полюбила это средство, несмотря на его такой какашечный состав, так скажем. Мне оно очень нравится. Я, скорее всего, куплю себе вторую упаковку, возможно, что-то из корейских еще штучек буду пробовать. Но если вы, так как я, обожаете смывать макияж именно в душе, то для вас это будет находка. Я часто говорю о том, что я использую автозакар, и я в этом деле абсолютный чайник. Я не могу сказать, что мне всегда получается равномерно нанести и так далее. Я использую вот такой вот гель с эффектом автозагара от марки Гош. Заклеено здесь до сих пор еще ценником. И у меня оттенок Мириум. Он дает очень красивый эффект загара на теле. Это именно не оранжевый цвет, а такой, как должен быть. И он цветной. То есть при нанесении мы видим, куда он попадает. И он не остается специально на постели, то есть не пачкается все вокруг. Единственное но, чем его наносить? Я специально купила рукавичку тоже Гош для нанесения этого геля. И слушайте, я ее сюда не принесла, только потому, что у нее вид уже вообще непрезентабельный. Итак, когда я наношу этот гель, я вижу, что рукавичка вся грязная, но потом, когда я снимаю, я вижу, что мои ладони тоже такого же цвета. И с этого я просто ненавижу это средство. То есть, в принципе, красиво смотрится на коже, в принципе, неплохо держится. Но как его наносить? Поэтому это такой среднячок. И если вы знаете, как его приручить, то поделитесь со мной информацией. И целлофановые такие вот рукавички, перчатки в моем случае не проходят, потому что равномерно распределить не получается. Как же я долго мечтала попробовать такое средство от марки Виши, которое предназначено для чувствительной кожи. Это три в одном. И молочко, и тоник, еще и средство для удаления макияжа с глаз. Слушайте, а стоит оно недешево, так скажем. И казалось бы, что здесь объем довольно большой. Здесь всего-то 200 миллилитров. То есть, кажется, что такая вот баночка большая, но тем не менее. И какой же я испытала шок, когда действительно оно очень классно в душе смыло именно макияж глаз. Но я вышла из душа, смотрю в зеркало, и думаю, боже, какая у меня красивая кожа. И тут я понимаю, что оно вообще не смывает макияж. Хотя написано, во всяком случае, в переводе на польский язык написано, что смывает любой макияж. Я не поняла феномена этого средства. И еще одно большое но, это ощущение пленки на лице. То есть, здесь есть парафин, 100%. Тогда уже на втором месте есть парафин. И я заказывала его онлайн. То есть, я не могла проверить состав, а скорее всего, даже поленилась в интернете поискать. И ожидала от него чего-то более приятного, нежели ощущение пленки, какой-то залепленной кожи. И я, к сожалению, его не могу использовать. И пробовала их в душе. И как тоник. И так и сяк. За такие деньги, мне кажется, что возиться с таким средством не стоит. И если вы когда-то хотели его попробовать, то я настоятельно не рекомендую этого делать. Какое-то время тому назад я показывала вам свою новую покупочку. Это была линейка от The Body Shop с витамином Е. Там был крем, который имеет очень интенсивный запах. И именно поэтому я не могу его, вообще не могу его использовать. Я считаю, что он не очень хорошо увлажняет. И, в принципе, подошел бы на лето. Скорее всего, просто вот мне на зиму как-то некомфортно с ним было. Потому что зимой моя кожа нуждается именно в питании. Увлажнение это что-то, что лучше оставить на лето и весну. Вот это серум. В принципе, оно очень хорошо пахнет. И хорошо наносится, распределяется, довольно быстро впитывается. Но какого-то супер-мега эффекта от него я не заметила. То есть это скорее такое вот сухое масло, которое быстро распределяется по лицу, быстро впитывается. И все. Ни этого недостаточно. И я не вижу никаких, никакого эффекта вау. Поэтому я его использую немножко не по назначению. Потому что я его смешиваю с тональной основой, которая тоже является среднячком. Особенно за такие деньги я вам абсолютно не рекомендую. Это Perure de Lumière от Guerlain. Потому что вот эта тональная основа должна увлажнять. Она не только не увлажняет, но еще и подсушивает кожу. Она темнеет. Красиво смотрится на лице. Сейчас она у меня на коже. В принципе ничего так, но мне приходится с ней поиграться, наносить какой-то специальный крем, чтобы она красиво выглядела. И на фотографиях иногда тоже такое вот белесое освещение появляется, потому что здесь SPF 20. В общем, такое двоякое впечатление от этой тональной основы. Я с удовольствием ее допользую, потому что я уже знаю, как ее наносить и как с ней справляться. Но больше всего я люблю ее смешивать именно с двумя капельками вот этого масла. Или же наносить сначала масло, потом сразу же, не дожидаясь, когда масло полностью впитается, сразу же наношу тональный крем. Тогда они смотрятся вот так, как вы видите сейчас у меня на лице. И потом я закрепляю это все метеоритами. То есть, в принципе, все в порядке. И последнее средство, которое я вам покажу, это ампулы от Lanier. Если вы жили в Украине, так как я еще лет 10 тому назад, вы наверняка знаете такую марку, как Плацент Формула. Так вот, производитель вот этих ампул Lanier, это именно Плацент Формула. Чем вот эти вот ампулы отличаются от их стандартных? Это тем, что в составе не только плацента, а еще и сок алоэ вера, который я очень сильно люблю. Я специально оставила одну ампулу. Выглядит она именно вот так. Так, если вы так, как я, уже сталкивались с проблемой выпадения волос, а в моей жизни это случается уже четвертый или третий раз, вы понимаете, насколько это серьезная проблема, где-то даже влияет на самоуверенность девушки. В общем, в этот раз мои волосы не так сильно пострадали, но я довольно сильно их обрезала, потому что я вижу, что очень мало в них объема, и я вижу, что мало волос на голове. И сейчас я вот была даже у своего парикмахера, она заметила, как много у меня baby hair. Чем мне понравились эти ампулы? Тем, что они дают результат буквально после месяца применения. Я наносила каждые три дня, одну ампулу вечером скрывала. Здесь специальная такая вот пипетка есть. И открываем ампулу, надеваем вот эту вот концовку, и она довольно упругая, то есть она не сгибается даже как-то вот быстро и легко. И потом, благодаря вот этой пипетке, я вот так именно распределяла все по голове, то есть сверху и потом сзади. Потом делала массаж. Конечно, это все влияет на то, что мы стимулируем приток крови в голове. И в принципе, мне кажется, что массаж уже много дает. В общем, я как раз вот начала использовать эти ампулы тогда, когда в принципе я знала, что после беременности волосы начнут выпадать. И я знаю, что спустя несколько месяцев мои волосы и так начали бы восстанавливаться. И тут вот одно но. Я не уверена, что если у вас просто выпадают волосы, они реально начнут работать. То есть я вижу, что у меня очень быстро растут волосы. Я вижу, что мои волосы восстанавливаются, но мне сложно гарантировать, что это средство работает в каждом случае. То есть если у вас наследственная или гормональная какой-то сбой, мне сложно утверждать, что вам действительно это средство поможет. Я очень довольна результатом. Здесь есть еще и красный перец. Надо очень осторожно его наносить, потому что лично у меня аллергия, как оказалось на красный перец. И не дай бог, у меня где-то попадает капелька этого средства на кожу. Тут же начинаются ужасные покраснения. И очень долго держатся. Поэтому мне надо наносить это средство только вечером. И еще один момент. Когда вы пользуетесь этими ампулами, надо использовать не какие-то там шампуни-кондиционеры, а именно марки Ланьер, потому что там даже если силиконы, то они качественные и не настолько вот обволакивают волос. И эти шампуни и кондиционеры позволяют полезным средствам проникать в структуру ваших волос и в корни и так далее. Это очень важно. В общем, я попробовала. Мне понравилось. Вы уж решайте сами. Вы знаете, что это действительно очень серьезная проблема. И с ней нельзя бороться в течение только месяца. Это очень много работы для того, чтобы восстановить волосы или хотя бы остановить потерю волос. А для девушек это, ой, как важно. Поверьте мне, я уже несколько раз это проходила. Ребятки, на этом все. Целую и обнимаю. Надеюсь, что была полезной. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok